Центральная избирательная комиссия установила порядок размещения кандидатов в бюллетени для голосования на выборах президента 20 октября. Первый в списке кандидат от ПСРМ Александр Стояногло. За бывшим генпрокурором следует действующая глава государства Майя Санду. Ее выдвинуло политформирование действий «Солидарность». На третьей строчке разместился бывший мэр Бельц Рената Усатый от нашей партии. На четвертой строчке экс-премьер Василий Тарлев. Он является кандидатом от партии «Будущее Молдовы», которую сам и возглавляет. Следующая в списке – бывшая башкан Гагаузии Ирина Влах. Она баллотируется независимо. Под шестым номером в бюллетене разместился бывший премьер-министр Ион Кику, председатель партии развития и объединения Молдовы. Седьмое место занял экс-министр внутренних дел Андрей Анастасий. Его выдвинула группа граждан. Кандидат от избирательного блока «Эмприуны» Октавиан Цику на восьмой строчке. Затем идет бывший прокурор антикоррупции Виктория Фуртуны. Она баллотируется независимо. Ее имя напечатано в девятой строке. Следом идет экс-министр иностранных дел Тудор Ульяновский. Он тоже является независимым кандидатом. На последнем 11 месте журналистка Наталья Марарь. Она будет бороться за пост президента самостоятельно. По бюллетеню, который одобрил Центрсбирком, видно, что некоторые кандидаты в президенты выбрали предвыборную символику. Александр Стояногла предпочел звезду социалистов. Ирина Влах выбрала изображение сердца, а Виктория Фуртуны – голубя. Остальные предпочли классический вариант имя и фамилия. Так поступили Майя Санду и Ион Кику. Андрей Анастасий Наталья Марарь добавили 2024 год, а Василий Тарлев добавил галочку. Тудор Ульяновский выбрал свои же инициалы, то есть ту, что также переводится с румынского как «ты». Октавиан Сыку использовал символ избирательного блока Эмприуны, который его и выдвинул. Также поступил и Ренат Усатый. По данным Центрсбиркома, для первого тура избирательные бюллетени напечатают на дымчато-серой бумаге. Если президента не изберут с первой попытки, второй тур проведут 3 ноября. Бюллетени будут печатать на непрозрачной бумаге серебристо-голубого цвета. Игорь Мунтиану намеренно спорить в суде решение Центрсбиркома не регистрировать его в качестве кандидата в президенты. 25 сентября лидер коалиции за единство и благосостояние организовал пресс-конференцию, на которой заявил, что будет отстаивать свои права в различных инстанциях. «Мы незамедлительно обратимся во все инстанции для того, чтобы защитить свои права. Мы дойдем до Европейского суда по правам человека, чтобы доказать, что действующий избирательный кодекс со всеми его новыми поправками, которые внесли за последний год, создал механизмы злоупотребления властью и систематической коррупцией через выборы». Политик считает, что решение Центрсбиркома представляет собой месть действующей власти за его принципиальность, а сам избирательный орган назвал политизированным. Мунтиану заявил, что аннулированные подписи лишают граждан права голосовать за кандидата, которого они поддержали. «Убрать из предвыборной гонки проевропейского демократического кандидата, у которого все документы в порядке, означает вопиющее нарушение Конституции. Конституция Республики Молдова гарантирует каждому гражданину право на выбор и быть избранным, но решение ЦИК лишило меня этого права». Заявление Мунтиану прокомментировала пресс-секретарь партии «Действия и солидарность» Адриана Влас. В беседе с ньюсмейкером она назвала абсурдными обвинения Мунтиану в адрес власти, которая, цитата, «политизировала Центрсбирком». Влас добавила, что высказывания Мунтиану несут предвыборную цель. Вице-председатель Центральной избирательной комиссии Павел Постика заявил для ньюсмейкера, что ведомство не может комментировать обвинения Мунтиану, которые не имеют никаких юридических обоснований и доказательной базы. Напомним, 24 сентября ЦИК отклонил заявление о регистрации от Игоря Мунтиану, которого выдвинула возглавляемая им партия «Коалиция за единство и благосостояние». Инициативная группа представила более 17 тысяч подписей, однако избирательный орган констатировал, что более двух тысяч недействительны. Для получения права вступить в избирательную гонку Мунтиану не хватило 173 подписей. Встретились с президентом и остались недовольны. 25 сентября фермеры пообщались с Майей Санту за закрытыми дверями в здании администрации главы государства. После переговоров аграрии заявили, что приостанавливают протесты до 10 октября. Предполагается, что за этот срок власти найдут решение и определят меры помощи, которые устроят сельхозпроизводителей. Глава Ассоциации силы фермеров Александру Бедереу отметил, что на большинство предложений президент ответил отказом. Главным требованием было вернуть в парламент закон о поддержке фермеров и обсуждении его со всеми вовлеченными сторонами. Мы не знаем, какими будут дальнейшие действия, но президент объявит. Помимо этого, мы запросили еще три решения. Мы были услышаны благодаря аграриям, которые вышли на протест на прошлой неделе и потребовали отставки министра сельского хозяйства. Одно из требований касается прекращения пропаганды и фальсификации, которые начались с прошлого года и вызвали ненависть общества к фермерам. Другое требование относится к прозрачности документов и действий по поддержке сельскохозяйственного сектора. По его словам, фермеры не видели полного списка бенефициаров и невозможно оценить эффективность субсидий. Член административного совета силы фермеров, он же аграрий из Каушанского района Серджио Стефанко выразил недоумение фактом встречи за закрытыми дверями. «Если это будет в прямом эфире, я готов обсуждать проблемы сельского хозяйства с любым депутатом, министром, даже с президентом и премьером. Общество должно знать правду, но ее можно знать только, если встреча будет публичной, чтобы люди видели, что нас не подкупают, мы не пьем кофе и обсуждаем экономические, а не политические проблемы». Президент подвела итоги встречи в публикации в соцсетях. Санду отметила, что в долгосрочной перспективе необходимы существенные преобразования в сельскохозяйственном секторе. Она перечислила достигнутые с фермерами договоренности. Власти должны разработать четкий механизм для защиты фермеров от завышенных и принудительных штрафов. Кроме того, правительство и парламент должны наладить диалог с фермерами, чтобы согласовывать решение. Также глава государства обещала призвать Министерство сельского хозяйства сделать выдаваемые субсидии прозрачными и опубликовать полный список всех, кто получил эту финансовую поддержку. Отметим, что навстречу Санду пришел и бывший глава ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь, который уволился по состоянию здоровья. Он рассказал, что полностью доверяет своему преемнику и его присутствие не означает возвращение к работе в ассоциации. Нет, я не хотел бы вернуться в должность. Я два года был на этой функции. Я считаю, что ротативный принцип самый хороший. Я просто как могу помогаю ассоциации, когда ко мне обращаются. Напомним, 13 сентября парламент одобрил специальный закон, который предоставляет аграриям возможность отсрочить выплаты долгов. Но послабление касается лишь тех, у кого пострадало не меньше 50% сельхозугодий и как минимум 60% урожая. Что касается распределения помощи в размере 100 миллионов леев, фермеры утверждают, что большинство пострадавших от засухи остались вне списка получателей. Партия коммунистов намерена обратиться в Генеральную прокуратуру по поводу действий общественной компании «Телерадио Молдова». Причиной послужил отказ транслировать на общественном телеканале предвыборный ролик политформирования относительно конституционного референдума. Днем 25 сентября ПКРМ вместе со своими сторонниками устроили протест перед зданием ТРМ. Депутат ПКРМ Диана Караман утверждает, что компания не объяснила, какие именно права и этические нормы нарушают видеоролик. Этот ролик должен был быть опубликован сегодня в 13.45, но опять же из информации социальных сетей директора Молдова УНУ мы узнали, что он опубликован не будет. На каких основаниях, по каким причинам, нам непонятно. До сих пор партия коммунистов не получила ни одного письма или решения руководства Молдова УНУ, почему наш ролик не будет опубликован. Также Караман сообщила о намерении направить письмо в Центризбирком. Участники протеста заявили, что пришли поддержать свободу слова. Телевидение спонсируется. Мы спонсируем. Мы спонсоры этого телевидения. Получается, что это телевидение только делает заказы. После протеста телерадио Молдова опубликовала пресс-релиз, в котором объяснила позицию администрации телевидения насчет решения не транслировать ролик от ПКРМ. Общественная компания телерадио Молдова уточняет, что как в отношении соответствующего политического формирования, так и в отношении других конкурентов на выборах и участников референдума, она строго руководствуется положениями избирательного кодекса, регламентом об освещении выборов институтами СМИ и другими нормативными актами и внутренними регламентами учреждения, принятыми прозрачно и опубликованными на официальной веб-странице. Несколько дней назад телерадио Молдова отклонила предвыборный ролик ПКРМ. Партия выступает против европейского курса страны и собирается продвигать вариант голосования на конституционном референдуме с позиции нет. На общественном телевидении обосновали свое решение тем, что лидер партии коммунистов Владимир Воронин выступает за явлениями, не попадающими под юридическое понятие представления предвыборных программ. На устранении несостыковок видео коммунистам дали срок в 12 часов, однако они предпочли протестовать перед зданием общественного телевидения. Молодежное крыло блока Победа провело акцию под названием «Таблетка от Санду». 25 сентября члены и сторонники политформирования, которое создал беглый олигарх Илон Шор, вышли на улицы столицы с плакатами и выступили против правящей партии «Действия и солидарность» и президента Майя Санду. Активисты провели одиночные пикеты возле аптек, парламента и администрации президента. В Телеграме они написали, что не видят будущего с нынешней властью, хотят лучших условий для жизни, образования и для работы. Ньюсмейер обратился за комментарием к главе кабинета президента Адриану Балуцеллу. Чиновник заявил, что не комментирует предвыборные действия, но призвал обратить внимание на положительные изменения все в тех же аптеках. «Мы в предвыборной гонке не комментируем мероприятия политических оппонентов. Для всех тех, кто выходит перед аптеками, пускай зайдут в аптеки, спросят, насколько увеличилось список компенсируемых лекарств за последние четыре года для населения». Напомним, с 1 июля список компенсируемых лекарств пополнил новый препарат. Томсулазин предназначен для людей с доброкачественной гиперплазией предстательной железы. По оценкам Национальной медицинской страховой компании, препаратом пользуются около 30 тысяч человек. Отметим, что Блог Победы уже не раз проводил протесты в этом месяце. Ранее Центрозбирком отказался регистрировать для участия в референдуме какие-либо партии, которые входят в Блог. Епископ Бельский и Фалежский Маркел поддерживают на выборах кандидатов президента Викторию Фуртуны. Недавно во время встречи священников в Кафедральном соборе в Бельцах священнослужитель похвалил Фуртуны и призвал верующих ее поддержать. Епископ отметил, что она хрупкая женщина, христианка, нежная мать и честная жена, и что бывшая прокурор могла бы продвигать христианские законы, если бы стала президентом. Вы видели на экране хрупкую женщину, христианку, нежную мать и честную жену Викторию Фуртуны. Однако она выступила против всех. Позвольте мне от вашего имени поблагодарить ее, пожелать еще и больше. Пусть она станет той, кто принимает решения в стране, потому что она способна продвигать христианские законы. Позже представитель Молдавской митрополии Иоанн Машнигуцу публично осудил жест епископа Бельского и Фалежского и подчеркнул, что участие церкви в политической пропаганде недопустимо. Виктория Фуртуны, бывший антикоррупционный прокурор с 18-летним опытом работы в системе, попала в поле зрения общественности в марте 2024 года. Это произошло после того, как она подала в отставку и обвинила СИП во включении ее в список людей, считающихся угрозой национальной безопасности. 24 сентября Центризбирком официально зарегистрировал ее кандидатуру на президентских выборах. Фуртуна баллотируется независимо. Парк развлечений Архиэлэнд включили в национальную программу изучения румынского языка из-за механической ошибки. Об этом сообщил министр образования и исследований Дан Причун после заседания правительства 25 сентября. Чиновник сообщил, что автора тестов заслушали в рамках министерского расследования и после этого сменили тему. «Мы получили извинения и подробные объяснения. Такая ситуация не повторится. Это была механическая ошибка, допущенная без понимания того факта, что размещение в тесте такого вопроса несет плохой посыл для общественности. У нас нет оснований подозревать этого человека в злом умысле». Ранее представители Минобразования упоминали, что дидактические материалы разработал консорциум университетов и организаций гражданского общества. Ведомство должно было установить совершена ошибка по неосторожности или злому умыслу и определить санкции. В министерстве подчеркивают, что недопустимо продвигать объекты, которые построили на деньги, полученные в результате кражи из банковской системы Молдовы. Напомним, что Архиэлэнд возвели по инициативе беглого олигарха Илона Шора, который приговорен к 15 годам тюрьмы и находится в черном списке правительств США и Великобритании. Национальная программа изучения румынского языка предназначена для взрослых, желающих улучшить свои знания или изучить румынский с нуля. Курсы финансирует государство. В 2023 году обучение прошли 6550 человек. Министерство юстиции и МВД будут внимательно следить за расследованием дела о групповом изнасиловании молодой матери из Страшенского района под подозрением трое мужчин. Предполагается, что после преступления они бросили женщину на обочине дороги. Главы заявили, что госинституты отреагировали оперативно. Все интерпринуты все мастыры для того, чтобы исследовать и привести на ответ те люди, которые получили этот факт антисоциал. Министр юстиции уточнила, что любая жертва, которая подверглась насилию или жестокому обращению, имеет право на гарантированную государством юридическую помощь, специализированную помощь и на доступ в специализированные центры. Прокуратура открыла уголовное дело по факту изнасилования. При этом один подозреваемый находится под арестом в СИЗО, другой под домашним арестом, третьего поместили под судебный контроль. Хотя прокурор по делу оспорил это решение и потребовал отправить всех под стражу на 30 суток, апелляционная палата Кишинева отклонила ходатайство и оставила в силе решение первой инстанции. Расследование продолжается. Напомним, что по данным СМИ, молодая мать, которая одна воспитывает двоих детей, в начале сентября якобы подверглась групповому изнасилованию, а затем её бросили на улице. Родственник пострадавшей рассказал, что женщину насильно забрали из дома, после чего её нашёл на обочине дороги восьмилетний сын. Заявки на покупку жилья по государственной программе «Примакаса Плюс» подали более 240 граждан. Об этом заявил министр экономического развития и цифровизации Думитру Алайба 25 сентября. Чиновник считает это неплохим показателем, поскольку запуска проекта прошёл почти месяц, а цель властей заключается в том, чтобы как минимум 2000 семей приобрели свой первый дом на выгодных условиях. Всего частью программы стали 6 банков. Мы получили более 240 запросов от граждан, и это означает, что 240 семей нашли решение, как приобрести жильё. Согласно программе, граждане без статуса трудоустроенных в Молдове, но с официальным доходом, который они получают в нашей стране, могут приобрести жильё на льготных условиях. Бенефициарами могут стать фрилансеры, юристы, судебные приставы, таксисты и артисты. Предельная сумма кредита составляет 2,5 миллиона леев. При этом для домов за пределами Кишинёва государство гарантирует 70% от суммы кредита. Срок кредитования – 30 лет. Продолжение следует...